Радуйтесь, православные! 29 августа. На площадке русской конописной школы мы продолжаем размышлять над святцами русской православной церкви. И сегодня церковь празднует перенесение из Эдесы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Это все происходило около 944 года. И сначала поговорим о происхождении образа. По преданию, некий правитель как раз сирийского города Эдеса Афгарь был прокажен. И он долго и много пытался найти исцеление от своей болезни, не преуспел в этом. И услышал, что вот великий пророк пришел в Израиле, и как раз вот в окрестностях Иерусалима он проповедует. И он отправил своего придворного художника, чтобы тот написал образ спасителя. И как вот Анания, так звали этого живописца, не пытался, у него не получалось. То есть он сначала пытался подойти, у него не вышло, потому что была большая толпа. И тут, понимаешь ли, вот слепые, глухие, хромые, а тут ты со своим желанием запечатлеть черты Господа. Тут важнее, поэтому вот не смущая отойти. Он пытался забраться на камень, он пытался там как-то еще находиться в пределах видимости Господа, чтобы видеть его, пытаться запечатлеть. И у него не получалось. И Господь, видя его старания, он попросил воды, чтобы умыться, и оттер лицо свое полотенцем. И вот как раз на платье и отпечатался нерукотворный образ Господа, который был перенесен в Эдессу. С благоговением Авгарь принял этот образ и исцелился. И тут тоже предание повествует об интересной детали. И только малая часть проказы оставалась еще не исцеленной, пока не пришел апостол Фадей и не крестил этого правителя вместе с домом его. И уже потом, то есть понятно, что в качестве такой наследной святыни образ сохранялся, но не всегда сохранялась чистота веры. И один из правнуков Авгаря впал в идолопоклонство. И он решил, что незачем уже хранить этот образ. И на тот момент образ, этот плать находился над городскими воротами. И послал, чтобы этот образ сняли и уничтожили. И по преданию Господь открыл Эдессскому епископу в видении, что правитель впал в идолопоклонство, отпал от истинной веры, и нужно спасти великую святыню. И заложили вот ту нишу в стене, то есть поставил епископу лампаду и замуровал образ в городских воротах. И когда в 545 году уже персидская армия осадила Эдессу, тогда Господь вновь открыл уже другому правящему Эдессскому епископу свою волю, и образ был извлечен. То есть его как бы утратили и забыли о нем. А потом разобрали нишу, и, как пишет как раз-таки в житии, нерукотворный образ обрели, разобрав нишу, и перед ним горела лампада. На глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. Ну и в 630 году Эдесса была завоевана арабами, но они не препятствовали паломникам, которые желали поклониться нерукотворному образу спасителя. Дальше уже спустя три века, в 944 году, император Константин Багринародный выкупил у эмира эту великую святыню, и с великими почтями нерукотворный образ был перенесен в Константинополь. И дальше существует несколько версий о том, что же было с образом потом. По одной версии, его похитили хрестоносцы, когда разграбили Константинополь, и корабль, на котором везли святыню, потонул в мраморном море. То есть, получается, образ утрачен. По другим версиям, нерукотворный образ был передан около 362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Также мы знаем о нескольких отпечатках этого нерукотворного образа. То есть, например, на керамии, то есть, на глине, когда прятали образ, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдесу. Другой отпечаток, это уже на плаще, он сейчас находится в Грузии. Ну и тоже интересный момент, что когда входили в храм христиане, они читали тропарь именно нерукотворному образу. То есть, посмотрите, насколько широко было почитание. То есть, когда мы говорим «При чистому образу твоему поклоняю все благие и просящие оставления и прегрешения наше Христе Божие», мы как раз читаем этот самый тропарь нерукотворному образу. Ну и по прологам, то есть, по минеям, известно четыре нерукотворных образа спасителя. Первый – это как раз в Эдесе. Потом Камулианский, его обретение описал святитель Григорий Низский. Дальше – при императоре Тиверии, от которого получила исцеление Святая Мария. И, наконец, на керамии – это вот четвертый образ нерукотворный. И заметьте, все они нерукотворные, начиная с оригиналов, когда Господь утер свое лицо, умывшись. И все остальные, они были отпечатками этого нерукотворного образа. Ну, то есть, они как раз очтятся, как вот те святыни, которые привлекают паломников со всего христианского мира. Ну и, разумеется, мы с вами знаем многочисленные рукотворные, нерукотворные образы спаса, в том числе и на знаменах православного воинства. А на сегодня все. Нажмите на канал, подпишитесь. И до встречи завтра, когда мы с вами поговорим о преподобном Пимене Угрышском. Храни вас Господь!